Друзья, всех приветствую, меня зовут Ник, и сегодня у нас очень интересная тема для разговора. Как многие из вас знают, что два с половиной года назад я переехал в Израиль из России, и здесь я начал жить в общежитии без родителей. И как раз-таки сегодняшняя тема ролика это про общагу. Так минимум, потому что многие зрители спрашивали про общагу, как максимум, потому что мне просто интересно это рассказать. И буквально неделю назад у нас закончилась школа, а значит и общага у нас закончилась, то есть это всё идёт параллельно. И всё, я оттуда выпустился, и мне есть многое, что рассказать про это место и дать такой как бы свой фидбэк и отзыв. Так, начнём с того, что если вы хотите ознакомиться с тем, как я переехал в Израиль, то здесь в углах будет видео, можете посмотреть, перейти, а после чего вернусь на это видео и продолжить смотреть его, чтобы у вас было такое более полное понимание. А сейчас я вам расскажу вообще, хотел ли я быть в общаге и, ну, вообще, засунули меня туда принудительно или же это было моё желание. Начнём с того, что изначально я хотел ехать в Израиль исключительно в общагу вообще без родителей, то есть чтобы родители вообще не присутствовали в Израиле, чтобы я был единственный такой, ну, как такой пингвинёнок в Израиле, единственный чувачок в стране. Но так получилось, опять-таки можете посмотреть в прошлом видео про то, как я переехал в Израиль, мне пришлось переехать с родителями. Ну, хорошо, я смирился с этим, ладно, всё, я переехал, а теперь стоял вопрос, я хочу жить в общежитии или же я хочу жить с родителями и просто ходить каждый день в школу, ну, то есть как каждый обычный школьник. Ну и, конечно же, мне хотелось в первую очередь самостоятельности. Лично мне не хватало этой самостоятельности, я понимал, что это то, что мне необходимо в жизни и просто я понимал, что так я смогу гораздо легче коммуницировать с израильтянами, гораздо легче смогу влиться во всё это комьюнити, найти друзей, найти какие-то связи, каких-то чувачков прикольных, просто тусить со всеми, а не сидеть дома и задролить перед компьютером, страдая какой-то хернёй. Поняли, с самого начала, как только я переехал в Израиль, я уже хотел идти в общагу. Я понимал, что это круто, я понимал, что там будет очень весело, что там будет очень интересно, там меня примут, не, кстати, насчёт примут я не был в этом уверен. Так, как же я, значит, попал в общагу? Хорошо, у меня было такое, как бы, желание пойти в общагу, но это не было 100%. Как бы, если я найду какую-то школу, где нет общежития, потому что не в каждой школе в Израиле есть общага рядом, то придётся, как бы, ездить самостоятельно, ну, что ни поделось. Я объездил три школы в совершенно разных концах этой страны, и первая школа была полная дерьмо, там были единственные израильтяне, и просто я понимал, что я там сдохну, я не найду там друзей, и буду, как такой, блядь, жаворонок белый, шляться и, не знаю, в телефон задротить опять-таки. Вторая школа была лучше, это была морская школа, там были русские ребята, такие вроде как прикольно, ну, было неплохо, но третья школа взорвала мой ебальник. Это было просто оху... Во-первых, меня поразили учителя, ну, точнее, мой учитель, я прямо, ну, не скажу, что влюбился, но, в общем-то, проникся его вайбом, хотя это был мужчина. Причем, что мне очень понравилось, и я пообщался и с директором общаги, и с вожатым общаги, и, в общем-то, мне очень понравилось это место, и плюс это было не так далеко от дома, и там была общага. Ну, короче, все карты сложились, и я решил туда поступить, сдал экзамены, их потеряли, сдал второй раз экзамены, их еще раз потеряли, и третий раз я сдал экзамены, их потеряли, ну, сказали уже, ладно, как бы, ты уже три раза сдавал экзамены, и мы их три раза потеряли, поэтому, в принципе, заходи, не бойся. Так я и попал в общагу, так я и попал в школу. Получается, общага это, ну, как бы, заведение при школе, я думаю, вам понятно. Ты находишься на такой большой площади, и, как бы, условно, в одном... И, как бы, условно, в одной стороне стоит общежитие, ну, то есть там не одно здание, там несколько зданий, в районе восьми-девяти, я не помню, честно. И в них разделены, как бы, группы, то есть, допустим, там, десятый класс, одиннадцатый, двенадцатый, там, девятый, восьмой, условно, и для каждой группы отдельное здание, или отдельный этаж, например. И как уже дальше распределять? То есть, допустим, в группе 20 людей есть 10 комнат. Ну, 10 комнат не бывает, бывает, там, типа, 6-7 комнат. Значит, на каждую комнату будет по 3, там, 3,5 человека, ну, я думаю, вы поняли. Окей, как меня приняли? Во-первых, я охуел, я сразу же, как только зашел, я был в шоке от того, что, ну, от контингента людей. Во-первых, это были русские ребята, я знал это. Но настолько эти русские ребята отличались от тех русских ребят, которые были у меня в Иркутске, что это был просто взрыв ебало. Это были совершенно другие люди. Типа, условно, у них были совершенно какие-то другие манеры общения, совершенно другие приколы. Ну, понятно, что все равно это становились русские люди, которые смотрят русский тикток и русский ютуб. У нас были такие точки соприкосновения, но я просто в крайне мог понять, как, блядь, может быть на территории школы курилка официальная, и всегда все официально ходят, школьники, мелкие пиздюки. Ну, то есть, условно, в таких моментах я не понимал израильских детей, как они не боятся, не шугаются учителей. Но, типа, на самом деле приняли меня нормально, в принципе, никто там ничего не задирался. То есть я зашел, пообщался со всеми, и, блядь, я рассказываю, как будто я в камеру зашел на зону. Нет, все было в порядке, все было очень дружелюбно, и так очень мило. Сейчас я немного расскажу, как устроена иерархия в израильской общаге. То есть есть группа из учеников, допустим, это 11 класс, да, и у них там 15 человек, допустим, в группе. Сверху них, ну, то есть не сверху них, а у них есть такой человек, ну, типа вожатого, то есть это парень, который, или девушка, который закончил школу, но еще не пошел в армию, и у него есть год, он где может, в принципе, делать, что хочет, и, ну, то есть этот год ты можешь как-то пожертвовать стране, и одной из вариаций, это быть как раз-таки вот этим вожатым, и условно почти забесплатно просто помогать вот этим, ну, типа пиздюкам, там, где-то с армией, помогать еще, короче, быть таким другом, ну, который немного в стороне стоит. Я думаю, это по-русски называется вожатый. Ну, а также на вершине группы, как бы, стоят два руководителя, я не знаю, как это назвать, то есть два взрослых уже человека, которые у них есть, наверное, какое-то образование для детей, чтобы обучать их, я не знаю. В общем-то, они не обучают детей, но они их контролируют. Контролеры, ну, блядь, контролеры, это странно звучит. В общем, два руководителя, условно, которые контролируют, чтобы там они особо не буянили, чтобы все были дружные, там, устраивают им какие-то прикольные события, въездят вместе с ними в другие, там, города, там, условно, какие-то поездки, устраивают игры внутри этой группы, чтобы люди сплощались, дети. Короче, как такие, типа, мама и папа, или папа и папа иногда, или мама и... Короче, неважно. Но прикол в том, что это уже взрослые люди, которые просто, ну, контролируют, чтобы не было пиздец в группе. И как только я зашел в общагу, я зашел в 10-м классе, в конец 10-го, блядь, за год произошло больше пиздеца, чем за всю мою жизнь, блядь, я вам отвечаю. Там настолько жесткие страсти кипят, кто-то кому-то нравится, блядь, та изменила нахуй. Короче, это просто очень жестко. И у меня мозг, он просто настолько взорвался, блядь, от объема информации, от объема пиздеца, реально, который происходит внутри группы. Это внутри одной нашей маленькой группы, типа, там, 20-25 человек. И в каждой группе такая херня происходит. У каждого свое. Кто-то начинает долбить наркотики у них, блядь, начинаются жесткие встречи с психиатрами, и там их хотят выгнать. У других там проблема с вожатыми, или что-то, короче, у каждого что-то свое. И это какой-то пиздец всегда. Это какой-то жесткий пиздец. Я помню прям четко, что в первый год, когда я только зашел в общагу, я просто охерел от жизни. Я такой, типа, это было круто. Типа, это было пиздец жестко, пиздец мощно. Я не могу, как бы, передать именно, что было. Но я говорю, какие-то взаимоотношения с детьми. Кто-то ссорится, кто-то еще что-то, блядь. Кто-то гондон, кто-то пидорас. И все время какие-то конфликты, какие-то перепалки, какие-то страсти. Короче, Дом-2 в натуре. И мне это очень понравилось. Я понял, как это может быть весело. Я понял, как весело жить в Израиле в общаге. Это просто. Это был взрыв мозга. Насколько я в России, в Иркутске вот так вот сидел за партой и страдал херней. И насколько здесь просто супер куча большого количества событий происходят за один год. И у тебя просто ломается ебало. Потом, конечно же, был 12 класс. Ну и 11, конец 12. Там уже люди немного повзрослели. Уже поняли, что, ну, как бы, это слишком детское поведение. И, в принципе, начали себя вести более адекватно. Уже стало не так весело. Но начались другие прелести. Мы начали больше сплочаться. Мы начали больше работать вместе как-то. Ну, хотя, блядь, иногда наоборот, мы максимально абстрагировались друг от друга. Ну, то есть, мы начали вести все равно себя более, как, ну, взрослые и осознанные личности. Важный аспект. Не скучал ли я по родителям? На самом деле, нет. Честно, вообще ни разу. И еще раз, вот, в ту схему, как работает общага, ты пять дней с воскресенья по четверг находишься в общаге. И на выходные, то есть, это шиши-шаббат. Ну, шаббат, короче. На шаббат ты выезжаешь домой к родакам и живешь там. Это работает так. Две недели. Раз в неделю и два в неделю. Ты находишься в общаге. То есть, один шаббат ты остаешься в общаге. То есть, две недели полная ты в общаге. Потом выезжаешь домой и опять две недели в общаге. То есть, раз в две недели ты уезжаешь домой и видишься с родителями. Честно, вообще я не скучал. Ну, то есть, это не из-за того, что там я не люблю своих родителей. Я их очень люблю и очень с ними близок. Но, как-то, я не знаю, как будто я очень этого хотел. Я очень хотел вот этой самостоятельности и единичности. Где я не зависим ни от кого. Я, как бы, личность. И я не бегу там к маме постоянно после школы. И мне это очень нравилось. И на самом деле, я даже, я думаю, больше кайфовал от этого, нежели сожалел. Нет, сто процентов. Я очень кайфовал от этого. Мне очень нравилось, что я самостоятельный. Что, как бы, мне, условно, 16 лет, а я уже живу без родителя. И это, и это прямо, я чувствовал такую гордость за себя. Ебать, я крут. Нет. Не доли вот этой грусти, как бы, сожаления. О, блядь, мама. Ну, я хочу домой. Не было. Вообще не было. Я по-другому совершенно к этому относился. Так, и в заключении я хочу сказать, что это были только позитивные эмоции. Реально. То есть, мне много было хуйни. Много было всяких жестких перепалок, где было грустно и обидно, и агрессия. Но в итоге это супер позитивные эмоции, где мы в конце концов, мы все равно все очень сплотились. И я уверен, что в жизни еще мы будем кучу раз пересекаться с моей группой, с моими друзьями, с моими ребятами. И, в общем-то, я очень реально благодарен за два с половиной года своей в этой общаге. Это было просто охуенно. Просто меня недавно спросили, условно, вопрос, а если бы у тебя был сын сейчас, и отправил ли бы ты его в общагу эту? Я бы сто процентов его туда отправил. И даже еще раньше, типа не в 10 классе, а еще раньше я бы туда его отправил, чтобы он там, блядь, просто самостоятельно вырос. Реально, общага очень воспитывает. Воспитывает и учит жизни. Самое главное, что действительно ты учишься там коммуницировать с людьми. Ты учишься коммуницировать с людьми разных вообще возрастных поколений. И с ровесниками, и с чуть постарше, и с сильно старше. Понимаешь, как бы, что, ну, жизнь, во-первых, не крутится вокруг тебя. Ты должен кому-то уступать, кому-то, как бы, отдавать, а наоборот, где-то поднажать. И действительно, общага очень много чему учит. И дома невозможно приобрести эти знания и, как бы, опыт. Поэтому я советую каждому жить самостоятельно и стремиться к этому. Да, блядь, да кому эти советы нужны вообще? Никому ничего не советую. Живите, как хотите. И, в общем-то, на это все. С вами был Ник. Всем хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok